Остановка Некрасовская, дневное время. Это место является одним из самых проблемных в Владивостоке с точки зрения движения транспорта. Здесь проходят 33 городских и межмуниципальных автобусных маршрутов, а это тысячи пассажиров. Остановка по направлению из города проблемна еще и потому, что зачастую водители останавливаются здесь у металлических ограждений. В итоге пассажиры вынуждены обходить леера, а порой и перелезать через них. И это актуально не только здесь. Целью такого выездного совещания, в котором приняли участие руководители всех компаний перевозчиков города, а также начальник управления транспорта администрации, стала проверка работы автобусов на регулярных внутригородских маршрутах. Немало вопросов вызывали не только действия водителей, но и также их внешний вид, санитарное состояние их салонов. Обсудили и долгие простои на месте, которые сегодня больше всего причиняют дискомфорт жителям. «Нам пишут жалобы. Мы вас начинаем наказывать. Вы водительскому составу, инженерному составу, безопасникам объясняйте. На остановке не надо останавливаться. Это не место ремзоны. Это место высадки и посадки пассажиров, которые согласны договоренных отношениях. Максимум три минуты у вас». Одним из пунктов проверки стала остановка проспект Столетия Владивостока. Она тоже является частью важного транспортного узла в городе, где в любой день недели останавливаются сотни городских и пригородных автобусов. Завершилось же выездное совещание на привокзальной площади. В управлении транспорта получают жалобы на то, что местные автобусы оставляют после себя масляные пятна на асфальте. А это значит, что выходят на маршруты не вполне технически исправными. Руководителям предприятий настоятельно рекомендовано обратить на это внимание и исправить ситуацию. «Это планово предупредительное мероприятие, потому что в данный момент мы не остановимся на обследовании самой маршрутной сети. Мы обсуждаем вопросы оптимизации маршрутной сети и всё, что связано с перевозками пассажиропотока в городе Владивосток». Напомним, проверить работу общественного транспорта во Владивостоке и привести его в должное состояние специалистам поручил в Рио губернатора края Олег Кожемяка. И выездное совещание стало частью его исполнения. Максим Яковлев, Новости на Восьмом.